Приветствую вас! И вообще, конечно, подобные происшествия в жизни человека очень драматичны и бесследно не проходят. Но помимо этого, у самого человека возникает ощущение, ярко выражено, ярко ощущение стыда в таком случае и не желание, по сути, а с кем-либо обсуждать данную проблему, ну, в том числе и с психологами и так далее. И потому нет ничего удивительного, конечно, в том, что она не хочет, чтобы ей помогали, она не хочет, не соглашается на помощь. Но, тем не менее, объективно, да, есть, конечно, необходимость в том, чтобы человеку помочь, и есть необходимость в том, чтобы ну, она все-таки получила необходимую помощь от психолога. Вот. Другое дело, другое дело, что вы сами говорите о том, что что, как бы, у нее нет нормальной половой жизни. И вот здесь мне бы хотелось, чтобы чтобы вы, конечно, немножечко пояснили, если можно, свое, вот, пояснили, если можно, вот, свою мысль, потому что, все-таки, если есть дети, если есть, если был брак, и, как я понял, брак у нее там, там был не один, то, соответственно, получается так, что все у нее в порядке. Но вы все равно по какой-то причине считаете, что не все в порядке. И вот поэтому, потому что вы считаете, что не в порядке. Я и, собственно, собственно, рекомендовал бы вам поразмыслить на эту вот стену. То есть если вы считаете, что не все гладко у нее, если вы считаете, что не все в порядке у нее с половой жизнью, то в первую очередь надо обязательно определить, почему, что именно не так, что именно не нормально и как вы сами это для себя идентифицируете. Почему вы решили, что вот что-то в ее жизни, например, нормальное, что-то в ее жизни ненормальное, ну и так далее. С этим вот тоже нужно разобраться. А так, конечно, если человек не хочет, если человек не желает, чтобы ему помогали, то помочь здесь, конечно, возможности не представляется. Потому что в психологии обязательным условием для успешной работы является именно желание человека, чтобы ему помогли. и против воли помогать, знаете, ничему хорошему не приведет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!